А я вам сейчас покажу и даже немножечко расскажу. Здравствуйте, я по-прежнему Дмитрий Танкович. Поговорим о том, что произошло в последние пару дней. Традиционно сделаем это с иронией и сарказмом, чтобы поднять настроение. А уж если это видео вам понравится, поддержите его. Колокольчик, лайк, репост, подписка на канал. А еще вы можете поддержать нас финансово. Это действительно очень важно, ведь это позволяет нам делать нашу работу. Для этого под видео есть кнопочка спасибо. Спасибо вам за это. Владимир Путин не полетит в Мексику на инаугурацию избранного президента Клауди Шейнбаум. Не то, чтобы Путин недолюбливал Мексику. Я думаю, скорее наоборот. Он бы с удовольствием приехал в эту страну, чтобы после официальных встреч пробраться на границу Мексики и США и иметь возможность показать какой-нибудь неприличный жест в сторону предполагаемого противника. Но Мексика подписала римский статут, а это значит, что она вполне может арестовать Путина в случае его визита. И да, если с Монголией у России это получилось, договориться я имею ввиду, то с Мексикой может и не прокатить. МИД РФ объяснил отказ от поездки так. Цитата. Москва действует в соответствии с имеющейся протокольной практикой и теми обязательствами, которые есть у российского лидера. Конец цитаты. Вот этот сложный, очень сложный протокольный язык, все это можно сказать одним словом. Путин едет, потому что сцикотно, все просто и понятно. Уверен, что Путин мечтает о том, чтобы мировое правосудие, конечно, было таким, как в России. Вот, пожалуйста, Госдума в первом чтении одобрила законопроект о приостановке уголовного преследования заключивших контракт с Минобороны. Согласно предложению, если осужденный или человек, находящийся под следствием, заключает контракт в период мобилизации, суд может приостановить производство по его делу или отменить меру пресечения. А когда заключивший контракт будет уволен со службы или, не дай бог, получит государственную награду, он сможет рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности. Красота. А вы говорите, что в России не могут придумать свое ноу-хау. Это реально новое слово в правосудии. Если раньше, чтобы выйти из тюрьмы, нужно было отправиться на СВО, то теперь, чтобы в нее не попасть, нужно будет отправиться туда же. Если раньше преступники, ну хоть изредка, задумывались, совершать преступление или нет из-за боязни наказания, то теперь страх, конечно, исчезнет окончательно. А что бояться? В любой момент от наказания можно избавиться. В общем, фраза известного советского фильма «Джентльмены удачи» зазвучит теперь в России по-новому. Украл, выпил на СВО. Уверен, что в принятии этого закона больше всех, конечно, обрадуются российские менты. У них появится новый неиссякаемый источник дохода. Остановил машину с мужиком. Ну или просто мужика на улице остановил. Подкинул, например, пакетик с запрещенным веществом и сразу сделаешь предложение, от которого сложно отказаться. Не хотите ли, сударь, отправиться на СВО или в тюрьму? Выбор простой. Что интересно, потом еще мент сможет получить за это премию. Причем официально. В Екатеринбурге, например, уже запустили проект, по которому можно заработать по 50 тысяч рублей за каждого, кто заключит контракт с Минобороны РФ. Тут прям прописан список действий. Давайте почитаем. Пункт номер один. Найти потенциального кандидата. Но это мы уже обсудили. Под раздачу может попасть кто угодно. Пункт номер два. Позвонить по телефону и передать контакты кандидата в центр по доукомплектованию. Тут вообще без проблем. И третий пункт. Сопроводить кандидата в центр по доукомплектованию. Тут даже красиво будет. Серьезно. С мигалками, без пробок, быстро. Пункт номер четыре. Дождаться поступления денег на счет. Вот. Все. Гениально и просто. В общем, получается так, что российская армия будет состоять из тех, кто уже сидел, из тех, кто должен был сесть, из тех, кто еще не сел, но планировал, ну и из тех, кому очень нужны деньги. Потому что если он их не добудет, то тоже, скорее всего, сядет. Что тут сказать? Элита. Но глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов не согласен, что теперь в армию РФ может попасть любой заключенный или осужденный. Если они совершили то преступление, по которому их нельзя привлечь, у нас есть перечень этих преступлений. Мало того, он же сам должен захотеть, ведь это не обязательно. Он сам должен захотеть. И после этого вступает в силу механизм, вообще-то, его отбора туда. У нас есть масса случаев, когда вот из количества большого желающих берут единицы. У меня сотни обращений с мест лишения свободы. Почему не взяли меня? Почему не взяли меня? А потому и не взяли. Потому что не всех берут. Потому что армия российская не банда, а вооруженные силы славные, которые добьются долгожданной победы в специальной военной операции. Ну вот как-то такое реагировать, а? Ну разве что по традиции? Вот так. А? Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Да, это Россия. Спорить с Картополовым бессмысленно. Он утверждает, что не всех преступников берут в российскую армию. Ну конечно. Я так понимаю, что берут только лучших преступников. И потом эти лучшие возвращаются, если повезет, конечно. И снова начинают заниматься любимым делом. Подобные новости появляются практически каждый день. И дальше будут появляться. Потому что, а чего им переживать? Их за новые преступления все равно не посадят. Они просто снова поедут на СВО. Их снова, как говорится, пустят по кругу. По кругу российской сансары. Но, видимо, даже российские власти стали понимать, чего можно ожидать от тех, кто вернулся с так называемой СВО. Поэтому и стали появляться в России вот такие плакаты. Смотрим. Солдат ребенка не обидит. Давайте почитаем. Эти правила помогут вашему ребенку безопасно и без проблем пообщаться с военными, которые защищают Россию на специальной военной операции. Помните, правильное поведение вашего ребенка – залог его безопасности. Конец цитат. Круто. Вот правда круто. Мне кажется, что даже в зоопарке на клетке с хищниками надпись не такая угрожающая. Вообще, конечно, интересно получается. То есть, если ребенок будет вести себя обычно, то это может быть для него опасно, и у него могут возникнуть проблемы. Возникает вопрос, но почему? Потому что армия российская, не банда. Ага, понятно. Ну, давайте рассмотрим, что же это за правило. Итак, как лучше выглядеть при встрече с военным? Само заглавие, конечно, звучит угрожающе. Это страшнее, чем как быть готовым к встрече со стаей бродячих собак, или как быть готовым к клещевому энцефалиту. Но прочитаем. Итак, рекомендации для мальчиков. Мальчикам желательно натуральный цвет волос, штаны, рубашка, футболка нейтрального цвета. Ну, такое. Такое ощущение, что это список для тех, кто отправляется в колонию для несовершеннолетних. Но давайте посмотрим, что нежелательно. Итак, нежелательно. Окрашенные волосы. Ого, вот сразу интересно. Я так понимаю, Артемий Лебедев теперь реже будет выходить из дома, чтобы не встретиться с военными. Продолжим. Украшения, аксессуары, короткие шорты, слишком яркие цвета в одежде. А вот тут уже вздрогнет Киркоров. Ну и самое важное, это, конечно, надпись внизу плаката. Смотрим. Не забывай, твоя одежда не должна быть вызывающей. Выбирай скромный наряд, прикрывающий твои личные зоны и не обтягивающий фигуру. Ого, это прям как рекомендация для тех, кто собирается отправить своего сына в церковный хор РПЦ. А еще интересно, получается, что у детей в России есть какие-то личные зоны на теле? Я так понимаю, они должны быть тогда и общественные, которые, судя по всему, прикрывать не обязательно. А может даже есть и государственные зоны, которые прикрывать или не прикрывать уже решает руководство Российской Федерации. Но больше всего смущает, конечно, не это. А вот если ребенок не выполнил эти рекомендации? Что может случиться тогда? Что так сильно может зацепить так называемого российского военного в том, что мальчик будет, ну скажем, в шортах или в обтягивающей одежде? Если честно, я даже боюсь представить, успокаиваю только, ну разве что, слова Картополова. Потому что армия российская не банда. Переходим к следующему плакату. О чем поговорить с военным? И вот тут, как по мне, сразу непонятно. Вот это рекомендация или обязанность ребенка разговаривать с незнакомым военным? Ну ладно, и так, о чем желательно поговорить с военным? Свои увлечения. Вот сразу стрёмно. А если мальчик скажет, дяденька, а вы знаете, а я-то занимаюсь балями-танцами. Чем? Спросит так, например, российский военный. Ну, дяденька, балями-танцами. Смотрите, и мальчик покажет несколько танцевальных движений из латиноамериканской программы. Судя по предыдущему плакату, это сразу, конечно, триггернет российского военного, и неизвестно, чем это для мальчика закончится. Но идем дальше по списку, о чем можно поговорить с военным. Хобби военного. И вот снова может быть проблема. А если это бывший зэк? Какое у него хобби? Лепить фигурки из хлеба или искусство чефирной церемоний? Следующий пункт в списке – школьные дела. А вот это уже интересно. Потому что мальчик расскажет военному о своих школьных делах, а в ответ от военного слышит о его делах уголовных. И разговор может сложиться. Ну и, наконец, последний пункт – погода. А вот это действительно прекрасно. Я уже вижу, как подходит мальчик к российскому военному, которому, например, оторвало что-нибудь после прилета дрона и говорит «Здрасте, дяденька, погода-то сегодня какая, а? Ни одного облачка. Прям идеальная такая летная погода». Ну и снова прекрасная надпись внизу плаката «О чем нежелательно говорить с военными?» Это боевые действия и политика. Но здесь все предсказуемо. Эта инструкция не только для детей в России. Об этом вообще нежелательно говорить. Причем ни с военными, ни с кем бы то ни было другим. Потому что сразу же окажешься где? Правильно, в тюрьме. Ну, в смысле, на так называемой СВО. Ну и последний плакат из этой серии – «Как себя вести». Читаем. «Подари защитнику свою улыбку. Но стоит помнить, что смеяться и улыбаться стоит лишь тогда, когда это уместно». Я даже не представляю, как родители попытаются объяснить своему ребенку, когда уместно смеяться и улыбаться при общении с российским военным, а когда нет. Это же лотерея. Судя по всем этим плакатам, совсем скоро в России появится вот прям новое проклятие. Да чтоб твои дети военного по дороге встретили. В общем, детям в РФ сейчас не до развлечений, но есть взрослые, которые готовы их подменить в этом. Рамзан Кадыров показал еще два Тесла Кибертрак с пулеметами на крыше. Он утверждает, что их отправили на фронт. Я так понимаю, да, невидимо фронт. На всякий случай напомню, что предыдущий бронированный продукт от Илона Маска был отключен удаленно, как только Кадыров о нем рассказал. И вот теперь Кадыров решил заявить о еще двух автомобилях. Ну вот что-то сказать. Ну вот, знаете, умный же обычно, умный человек, да, он учится на чужих ошибках. Дурак учится на своих. А вот Рамзан Ахматович, похоже, он тупо не обучаем. И если я не ошибаюсь, Илон Маск может дистанционно не только отключить Кибертрак, но он может и отправить машину по определенному маршруту. Мне кажется, можно запросто заблокировать двери этих авто вместе с наполнением в виде кадыровцев и отправить Кибертраки так, чтобы их смогли забрать украинские военные. Я думаю, что это будет похлеще история с пейджерами в Ливане. Но не только Рамзан Кадыров удивляет своими речами. Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин порассуждал на тему Запада. Сегодня ситуация не предполагает к тому, чтобы стремиться там жить. Это же люди-то понимают. И тот, кто хочет воспитывать своих детей, кто думает о будущем, точно не выберет сегодня Европу для места жительства. Потому что тогда там надо принять другие ценности. А это, знаете, не каждый сможет. И потом, зачем? Тут на секунду остановимся. А действительно, зачем? Вот зачем? Зачем живет в Париже дочь Дмитрия Пескова? Зачем сын Дмитрия Медведева учился в американском университете? А зачем сын Елены Мизулиной Николай живет и работает в Брюсселе? С ним вообще, конечно, интересная история. Его мать Елена Мизулина – ярая противница ЛГБТ. Но Николай, видимо, пошел в отца и женился на мужчине из Соединенных Штатов Америки. Ну, давайте вернемся к Володину. Запад уже откровенно войну против христианства ведет? Он ее начал раньше. С того момента, как только стали разрешать однополые браки. Стоп, а это что же получается? Сын Елены Мизулиной, Николай – это один из тех, кто начал, по сути, войну против России. Вот незадача. Но посмотрим до конца. Это был удар не только по христианству. Кстати, да, когда Каран сжигали в Швеции. Это чудовищно было. И Каран сжигали, и издевательство над Библией, которое мы с вами видели во Франции. Но это все уже длится много лет. Поэтому совершенно очевидно, что дальше будет только хуже. И это должны понимать все те, кто хочет взять, посмотреть вот эту европейскую жизнь. Нельзя туда ехать с детьми. Нельзя туда ехать жить. Потому что те ценности, которые там сейчас навязывают, а их именно навязывают, продвигают. И вот не случайно те ситуации, о которых вы говорите, это все следствие политики целенаправленной по смене пола, пропаганда которого идет. И вот это чудовищно. И мы должны понимать это. Понимая, защищать свою идентичность, свою культуру, свои традиции, духовные ценности. Больше внимания уделять морали. Потому что, особенно учитывая, что интернет-пространство сегодня серьезное влияние оказывает в числе приоритетов, исходим из необходимости принятия законов, в том числе для того, чтобы защитить детей. Законы, чтобы защитить детей. И сразу же в эту тему. Детей в России решили защитить от теории эволюции. С идеей исключения теории Дарвина и школьной программы выступил бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. Во время первого заседания Всероссийского родительского комитета, ух ты, там есть и такой, он заявил, цитата, «Все знают, что это ошибочная теория. Она идет в разрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это, имеется в виду теория Дарвина, неправда. Это противоречит религиозному воспитанию. Все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» Конец статы. Вы знаете, это уже что-то новенькое. Самое главное, с чего вдруг? Нет, может, конечно, Хучиев сходил в контактный зоопарк и его цапнул за палец капуцин. Вот, и Хучиев сказал, я отомщу тебе. Давайте откровенно, очень многие вещи в школьной программе идут в разрез религии. Поэтому, кто знает, возможно, в школах России скоро отменят математику, физику, химию, астрономию. Но всегда что, можно добавить еще пару уроков, разговоры о важном и баланс сохранится. Идею Муслима Хучиева запретить теории Дарвина, ну, конечно, поддержали где? В РПЦ. Миллиардер и основатель телеканала «Царьград» Константин Малафеев также решил поддержать это предложение. Цитата. «По сути, наша система образования стоит перед выбором. Во что мы научим верить наших пятиклассников? В то, что они образ божий? Или в то, что они прямоходящие приматы? До чего доводит подобное образование, мы можем судить по отошедшему от Бога, а сатанелому Западу. Если мы не хотим такого же будущего для наших детей, пора менять школьную программу». Конец цитаты. Мне кажется, вот просто отменять теорию Дарвина в России будет неправильно. Надо придумать свою теорию, российскую, теорию Володина или Мединского, или вот Малафеева, что все люди на Земле пошли, ну, я не знаю, например, вот от русского медведя. Почему нет? Хотя вот, чтобы новая российская теория эволюции идеально вписалась в общую российскую современную концепцию, то мне кажется, тут надо выбирать животное, на которое будет похож Владимир Путин. В сети уже давно, кстати, можно найти несколько вариантов. И такой, вот и такой, и такой. Стоп, ну вот мы снова вернулись к теории Дарвина. Возможно, у вас есть мысли и предложения, какой должна стать новая теория эволюции для России? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А мы продолжим. Оказывается, коварный Запад разрушает Россию не только с помощью теории эволюции. Валентина Ивановна Матвиенко обвинила Запад и движение Child Free в нежелании россиян заводить детей. Вы говорите о женском движении в мире, но то, что мы наблюдаем на практике, скажем так, в сфере, которая мейнстримовая такая, что это превращается в некий радикализм. Вот чем отличается женское движение здесь, в нашей стране, в рамках форума от того, что принято называть воинствующим феминизмом? Ну, сначала про феминизм. Да, ведь феминизм зарождался, его платформой была хорошая идея бороться за равноправие женщин. Но феминизм на Западе он выродился, он радикализировался, он действительно стал воинствующим. И вот эта, казалось бы, благородная идея бороться за равноправие женщин давно уже ими сдана в архив. Это противостояние, это все против мужчин, это все против традиционных ценностей, это все про какие-то гендеры, которых уже там более 50 придуманных и так далее. Или, скажем, движение Child Free. Ну, это просто... Такое, да, вызывает вопросы, мягко скажу. Я считаю, нужно запрещать законодательно даже, чтобы этого не было. Да что ты сделаешь? Снова запретить? Напомню, что Child Free это просто осознанное нежелание иметь детей. Вот как можно это запретить? Тем более на законодательном уровне. Нет, похожую историю мы уже видели с запретом ЛГБТ в России, но с Child Free все еще интереснее будет. Я уже представляю, как это будет реализовано. Любую девушку можно будет остановить прямо на улице. У вас детей есть? Пока нет. Пакуйте ее, она из Child Free. Не, постойте, я хочу иметь детей, но немного позже. Давай, рассказывай, 16-летняя старуха. Нас не проведешь, наручники ее. Вообще, конечно, Валентина Ивановна Матвиенко в последнее время пошла в разнос своих речах. Она даже начала рассказывать анекдоты. Анекдот жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер по поводу гаджетов. Хотела ты одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер. Знаете, я, откровенно говоря, не специалист в анекдотах, но это прикольный. Особенно на фоне того, что произошло в Ливане после спецоперации Израиля, когда тысячи пейджеров неожиданно в один момент взорвались в руках и карманах членов Хезбаллы. Тут важно помнить, что Хезбалла – это союзник России. Представители Хезбаллы периодически приезжают в Москву. Мне вот интересно, а в их следующий приезд пригласят ли на встречу Валентину Ивановну? Так, чтобы она еще раз рассказала этот анекдот. Интересно будет посмотреть на лица ребят из Хезбаллы. Ну и вернемся к Чайлдфри. Дмитрий Песков оценил предложение Валентины Матвиенко по запрету Чайлдфри. Его цитата. «Повышение рождаемости – один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться. И все, что мешает этому, должно из нашей жизни исчезнуть». Конец цитаты. Что ж ты, Дмитрий Сергеевич, сам себе в ногу-то стреляешь. Если все, что мешает повышению рождаемости в России, должно исчезнуть, то это получается, что в первую очередь должен-то исчезнуть Путин, ну а вместе с ним и его пресс-секретарь. Откровенно говоря, если борьба за повышение рождаемости в России будет идти так, как она идет сейчас, то не ровен час, когда менты начнут вместо запрещенных веществ подбрасывать противозачаточные таблетки. Потому что и хранение, а тем более употребление, и сбыт будут считаться серьезным преступлением. А барыги будут оставлять в закладках презервативы. Ну потому что это будет выгоднее, чем заниматься запрещенными веществами. Практически каждую неделю появляются все новые и новые предложения, как увеличить рождаемость в России. В Совете Федерации, например, для этого предложили, внимание, запретить однокомнатные квартиры. Серьезно. Сенатор Анатолий Широков предлагает, полагает, что такая мера позволит укрепить семьи и повысить рождаемость. Ведь, цитата, «однокомнатное жилье не подходит для семей с детьми». Конец цитаты. Я вот даже не знаю, сколько сейчас российских семей сказали Анатолию Широкову «спасибо». Ведь теперь они точно захотят завести детей. Слышь, Маш, однушки запретили. Да ты что, класс. Ну теперь-то мы наконец заведем маленького. Тем временем в России растет число семей, денег которым хватает только на покупку еды и одежды. И уже не хватает на товары длительного пользования. Например, на компьютер или стиральную машину. И причем это официальные данные Росстата. Но в России эту новость подают с позитивом. Типа число семей, которым денег хватает только на еду и одежду, выросло за счет того, что в эту группу наконец перетекли семьи, которым раньше хватало денег только на еду. Вот такой позитивный момент для самой большой и великой страны в мире. И вот осталось запретить однокомнатные квартиры и все вообще наладится. Запретить. Вы знаете, я не берусь прочитать, сколько раз сегодня в выпуске прозвучало слово запретить. Теорию Дарвина запретить. Чайлдфри запретить. Однокомнатные квартиры тоже, тоже запретить. Это слово становится основным глаголом Российской Федерации. Запретить думать. Запретить делать. Запретить иметь собственное мнение. Запретить его озвучивать. Осталось совсем чуть-чуть. И кто знает, может в России запретят жить. Но это у них. А нам, как известно, свои работы. Поэтому выше нос и продолжаем помогать Украине. А еще поддержите это видео лайком, комментарием и подпиской на канал. И, конечно, воспользуйтесь кнопочкой «Спасибо». Спасибо вам за это. На сегодня это все. Слава Украине. Живи Беларусь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok